всем привет мелькал у меня уже на канале этот нож это у нас викторинокс delimont ranger grip 57 hunter как на всех виксах стандартный пинцет зубочистка я их не очень люблю они не так часто нужны вероятность их потерять велика зубочистка постольку поскольку нужно для того чтобы чистить этот нож когда у тебя этот нож есть любой веточкой ты сможешь это сделать пинцет больше позиционируется для доставания каких-то занос нет такой момент не очень нужен но большинство пользователей находит данный пинцет полезным если бы были плашки без вот этих вот девайсов я бы купил данную комплектацию я бы даже докупил плашку и поставил без вопросов ну есть есть ладно открывалка венгеровская открывалка хуже лазермановской на уровне так так же как ганзовская хотя на лазермановскую очень похоже данная открывалка она лучше чем ганзовская и венгеровская следовательно логическое продолжение что венгеровскую открывашку заменили на эту открывашку я для себя как бы изначально задумывался в чем прикол потом как бы осмыслил понял это мое мнение вы с ним можете быть не согласны посмотрев на канале ксела болт видео какая открывашка лучше и потом пообсуждав некоторые моменты та теория которую он озвучил подтвердилась что идет начале лазерман лаперман там как угодно его называйте потом это открывашка потом ганза и потом виксовская открывашка универсальная вот про венгеровскую на канале там под комментариями было озвучено что она тоже не фатом есть здесь отвертка это неплохо но небольшая ее достаточно что-то там подкрутить по мелочи и так далее и именно в такой концепции как бы с учетом того что на виксах на всех открывалках есть отвертки мне не нужен philips и поэтому мои концепции я уже в вейтере объяснял что бывают корпоративы бывают какие-то праздники какие-то сборища там и так далее и даже если ты не пьешь как бы вино можно как бы открыть это вино штопор лишним не бывает штопор поможет штопором можно там развязывать различные узлы и так далее ну как бы хороший хорошая функция штопор тем более он здесь самый большой можно сюда еще вставить часовую виксовскую отвертку которую я чаще всего использую там для того чтобы подкручивать очки и дужки на очках так далее вот очень удобно шило это больше развертка хорошо разворачивает отверстие средств получается ровный и также есть тут еще ушка позволяет использовать это шило как для прошивки чего бы то ни было очень полезный момент пила если вы не городской житель то вам пила нужно будет если вы подразумеваете викс как походный нож например то без пилы вообще никак у меня был такой случай когда мы вышли на барбекю так сказать вот живой в крыму в крыму не везде есть леса и так получилось что не подумав о дровах нам пришлось собирать то что выбросила море на берег насобирал дров чем разделать нечем было разделать вообще и у одного знакомого как бы который был с нами был нож викс то ли 80 или 91 миллиметр там была пилка мы напилили сделали распилов с помощью потом отвертки по раскалывали сделали щипы необходимые для того чтобы можно было растопить разжечь как бы костер на котором можно готовить и благодаря этой пиле вышли из ситуации батонить что-то там было просто нереально невозможно потому что не было чем батонить например да чтобы там по раскалывать эти дрова поэтому пила нас выручила и пила была маленькая это пила очень большая очень длинная вот она самая классная получается и всей из всей линейки виксов в ножах с одноруким открыванием неоднократно я встречал комменты видео обратите внимание как заходит основной клинок очень очень проблематично у виксов есть косяки так вот видео я сталкивался с тем что пользователям неудобно пилить потому что пальцы упираются вот в этот однорукий вырез я с этим не соглашусь потому что когда работаю всегда держу нож вот так особенно когда работаешь по каким-то серьезным дровам поэтому все относительно дело такое на любителя и как бы на рабочем ноже и пила может всегда под рукой как бы оказаться да если ты работаешь там так далее вот пила спасет в самый такой не очень удобный момент самый такой резко момент когда нуждаешься в этой пиле и вот этот вырез он также помогает очень удобно извлекать само основное лезвие поэтому можно с этим как бы смириться не обращать внимание я выхожу из ситуации когда держу нож именно таким образом чтобы пилить пила классная также еще что хочу сказать у пилы достаточно как бы не обработанную не обработан обух и пилой хорошо высекать искры из огнивы само основное лезвие зализа на как на компаньоне мора компаньон и без особого апгрейда подготовки этого обуха у вас ничего не получится так зачем я взял именно hunter рейнджер g57 до повторяю название этой модели для того чтобы не потеряв особо в габаритах вот смотрите здесь даже нету промежуточного какого-то лайнера в одном ряду и пила и это лезвие охотника для того чтобы не потерять в габаритах не держал в руках в магазине как бы эти все ножи и особо ну как бы неудобства не испытываешь тем более у меня достаточно крупная рука и как правильно сказал олег с канала тыка шатун это маленький ножик вот это лезвие которое предназначено для спарывания там животных шкур когда с ним пошкуриваете животное вот здесь кстати вот кончик затуплен специально вот видно где у нас кромка подведена с двух сторон так вот вот это лезвие я не охотник вот и там я не боюсь за то что я там испорчу шкуру или испорчу мясо разрезав там внутренности внутренности вылиться в брюшину но нет я этого не боюсь мне это лезвие позволяет расширить функционал самого ножа по отрезанию там по резу там чего бы то ни было а также позволяет сэкономить ресурс основного лезвия то есть продлить срок интервал между заточками потому что с учетом того сколько стоит этот нож в некоторых интернет магазинах и 5000 вот достаточно дорогой девайс дешевый для кого дешевый как бы респект ну таких людей я думаю не слишком много поэтому мне бы хотелось чтобы этот нож даже как рабочий чтобы прожил как можно дольше и вот этот вот клинок работать может как стропорез ну конечно нет у него тут серейтера какого-то но опять же благодаря вот такому вот изгибу можно с натягом что-то там разрезать можно также расширить какой-то функционал особенно там где ну как бы есть вероятность там у колодца порезаться потому что острее лезвие затуплены вот именно для этого я взял этот hunter так отвертка открывалка для бутылок есть зачистка для снятия изоляции с проводов малого сечения редко с таким как бы с такими проводами работаю даже я я выполняю некоторые электромонтажные работы там так далее так вот как бы когда она под рукой это приятно но что сколько бы клинков у тебя не было даже если маленькие все равно можешь там порезать повредить этот проводок вот такая зачистка очень даже кстати и ленгеровская фишка когда мы нажимаем на отвертку мы уже не можем не услышать это хорошо основной клинок есть у нас лайнер нажимаем на значок все об этом знают однорукий почему однорукий потому что больше я подразумеваю это как рабочий нож и удобно с одноруким открыванием однако если вы хотите куда-то поехать как косячок кстати медленно ответить пружина плоховато работает косяк если захотите поехать в европу там в большинстве стран запрещено однорукое открывание и можете нарваться на проблемы поэтому если не рабочий нож на там постоянное какое-то ношение то берите без однорукого открывания привыкните к нему сможете путешествовать по всему миру никаких вас проблем не будет с одноруким будут проблемы ну и как некоторые говорят там пилить будет удобнее еще косяки очень большие щели между пружинами не то что заходит туда лист бумаги даже видно насквозь ну с моими возможностями камеры это наверное трудно будет показать а вот вот я палец ввожу и вот видно щели есть камера не все передает в реальности ситуация хуже смотришь что наш во блин не могли сделать по качестве еще один момент у векса уже тоньше плашки рукояти и есть вот такой момент они играют когда сжимаешь это очень больше чувствуешь меня это не напрягает но кому-то это как бы не нравится меня напрягает почему потому что чем сильнее сжимаю тем больше как бы думаю и вспоминаю что все таки это многофункциональный инструмент не предназначены для особо какой-то тяжелой работы поэтому чтобы не угробить этот нож это сжатие на работает как напоминаешь в общем наверное все рассказал об этом ножа всем спасибо кому понравился обзор кому было это интересно хоть немного ставьте лайк задавайте вопросы вопросы отвечу по возможности спасибо за внимание пока пока